Искренность. Находится ли она в рамках свободной воли джива? Сотрудничество. Но в действительности это происходит из сукрити, милости вайшнавов. Вначале происходит неосознанное общение, имеет место быть, а затем общение сознательное, и возникает шрадха, вера, и начинается сотрудничество с верой. Подобно тому, как пациент больной, человек упал на улице, потерял сознание и лежит на тротуаре без чувств. Врачи вначале помогают ему, независимо от него самого. Когда сознание возвращается, тогда врачи начинают консультироваться с пациентом, с больным, спрашивая, что у вас болит. С помощью свободного сотрудничества происходит лечение, нечто в этом роде. Он работал там, на железной дороге в то время, и мы жили у него дома. Его жена была девушка отсюда, из Набадвипа, неподалеку, рядом с домом Кришна Мои, из браминской семьи. Его тесть также очень любил меня. Он утратил жену. Его не было здесь, но в юности она потеряла ребенка, и она после этого практически сошла с ума. И его отец, для того чтобы избавить ее, спасти ее от безумия, потому что скорбь ее по ребенку, которого она потеряла, была нестерпимой. Привел ее ко мне, чтобы она услышала о Бхагаватам. И она очень искренне следовала моим советам тогда, в то время. Затем, по прошествии долгого времени, несколько лет тому назад, они пришли, чтобы получить посвящение от меня. Старый друг. Я любимый чиновник царя. Очень-очень любим им. Я получил власть от царя, и это мои узы, аковы. Я испытываю влечение идти во Вриндаван. Так или иначе, Санатан Госвами оборвал эти узы симпатии, дружеских отношений с царем, и отправился во Вриндаван, чтобы встретить Шри Чайтанья Дева, и встретил его в Бонарасе, когда возвращался из Вриндавана. И на протяжении двух месяцев Чайтанья Дева оставался в Бонарасе и обучал его, обучал смыслу Бхагаватам и других писаний. Настолько, что он, Махапрабу, попросил его подготовить писание, написать произведение, составить произведение для Вайшнавов. Это Хари Бхакти Виласа. Затем существует такая книга, как «Брихат Бхагаватамритам». Вайшнава Тошани, Тика, комментарии на Бхагаватам. Тикпани содержат крайне утонченные комментарии, примечания высокого типа, высокого уровня, комментарии к Бхагаватам, Санатаны Госвами. Именно из этого комментария мы узнаем о том, что Васо Дева отнес своего сына к Нанде в Нандалой. Но в то время там уже находились сын и дочь. И сын Васо Дева вошел в сына Нанды. И это произошло незаметно, неведомо для Васо Дева. Васо Дева видел только дочь, он увидел только дочь, и он забрал эту дочь в Мадхуру из Вриндавана. Это его, Шрила Санатаны Госвами, открытие. На основании различных шастр, он показал, что иначе быть не может. Что у Нанды был сын, и сын Васо Дева был поглощен сыном Нанды. Некоторые говорят, что Баладев также совершает расу лилу, но открытие Санатаны Госвами на основании различных седан такового. Он объясняет, что раса лила Баладева предназначена исключительно для Кришны. Поэтому Баладев, хотя внешне он совершает свою расу лилу в сердце, он устраивает так, что Кришна наслаждается расой в его сердце. Это все крайне утонченные, тонкие положения или заключения священных писаний. Это представление, которое заимствовано извлечено из разных шастр, и мы получили эти идеи от Санатана Госвами. Баладева не совершает раса лилу самостоятельно. Раса лила есть монополия Кришны, сознание Кришны. Но внешне мы видим, что он, Господь Баладева, совершает. Но в действительности он стоит в стороне, в своем сердце. В сердце он устраивает ее для Кришны, эту раса лила. Подобно Гуру Деву. На поверхности, кажется, представляется так, что Гуру Дев принимает от учеников некие вещи. Но в действительности все, что он получает от учеников, он посылает ввысь, передает ввысь прозрачный Гуру. И существует замутняющий, мутный Гуру. Такие Гуру собирают деньги и используют их для себя, на себя тратят, и затем их ловят с поличным. Но прозрачный Гуру, что бы ни приходило к нему, он передает это нечто ввысь. И он всегда остается прозрачным, посредником. Он в полной мере сознает ту истину, что эти дары, эти подношения предназначены для моего Гуру Дева и моего Владыки, не для меня. Я посредник. Таково положение реального Гуру. Он прозрачен. Ишавасям идаам сарвам. Он всегда утвержден в подобном сознании. Ишавасям. Все предназначено для Кришны. И Вайшнава также. Но Вайшнава подобен этому. Вайшнава не хочет ничего для себя. Все принадлежит ему, Кришне. Но поскольку я должен служить ему, поэтому то, что необходимо мне, для того, чтобы поддерживать себя в необходимой форме, я принимаю как просадам. Просадам. Какой-то дар от него. Если я не буду этого делать, то возникнут препятствия. Препятствия в служении. И я окажусь на ложном пути, поэтому… Отречение, отрешенность. И эксклюзивного, исключительного характера специфического – это плохо. Дурна. Искатели освобождения. Поклоняются этому отречению, отрешенности. Но преданные… Преданные считают, что жизнь обладает некой ценностью. Они хотят служить. Они хотят совершать должное служение. И то, что необходимо ради этого, преданный принимает. Берет это из-за кладовых царя. Если он не станет этого делать, то он ослабнет. Он будет слабым. Он не сумеет совершать служение должным образом. И тогда он будет заслуживать наказание. Поэтому он должен принимать то, что необходимо, чтобы сохранять хорошую физическую форму и совершать максимальное служение Господу. Подобную позицию мы должны занять в нашей жизни. Югдагара Вихараси. Югдагара Вихараси. Не, Бхалгу Вайрагья. То есть радикальное отречение, отрешенность. И этот путь не принимается в Школе Вычнаизма. Но правильная позиция. Цель жизни состоит в том, чтобы совершать максимальное служение. Должное служение. Если человек занимается умственным трудом, он нуждается в специфических продуктах. Если он занимается обычным физическим трудом, тогда ему будет достаточно шака, овощей до известной степени. Подобная позиция. Конечно, садака, когда он пытается войти в это измерение, тот, кто уже в этом измерении, то, что он делает, все, что бы он ни делал, с этим все в порядке, а тот, кто собирается войти, это указание для них, для садаки. Видура отсутствовал. Жена Видура совершала в то время омовение, когда она узнала о том, что пришел Кришна в ее дом. Видура отсутствовал. Она также была преданной высокого уровня. Она забыла себя в своем экстазе. Кришна пришел в мой дом. Мой муж. Она вышла к Кришне не одетой. Как это будет по-английски? Ногой. Да, ногой. Она не понимала, что вышла ногой. Кришна бросил ей свою накидку, чтобы она могла прикрыться. Она прикрылась и она пыталась после этого усадить Кришну как можно удобнее. И затем она отправилась посмотреть, что было у них в доме, чем можно было бы его угостить. Она нашла только два или три банана. Она взяла их и стала счищать кожуру, подсказывают собеседники. Да, кожуру. А плод она выкидывала. Кожуру она клала Кришне в рот. И Кришна ел. И Кришна это ел. И в это время, как раз в это время Девариши Нарада и Видура вернулись и увидели. Нарада спросил, что ты делаешь? Видура сказал, что ты делаешь? Плод, плод ты выкидываешь, а кожуру ты предлагаешь Кришне. И Видура был шокирован, что ты делаешь? Тогда Нарада пришел на помощь к жене Видура. Он сказал, что она не понимает, что она делает. Она испытывает такую экстатическую радость, потому что она обрела свое желанное богатство. Но как это понимать? Почему Кришна принимает это подношение? Нарада возложил ответственность на Кришну. Она безумна, она вне себя. Она в безумии делает что-то. Она утратила сознание. Но Кришна абсолютно сознателен. Так почему же Он проглатывает эту кожуру? Тогда Кришна ответил, Нарада, сказал Он. Я не ем ни плоды, ни кожуру. Я принимаю ее преданность. Бхава Грахи Джанардана. Таким образом, то, что преданный предлагает ему, божеству, материальный аспект не всегда может быть приемлемым, с нашей точки зрения. Но Бхава – чувство, которое возникает в сердце поклоняющегося. Это чувство удовлетворяет Господа. Жива Госвами критиковал всех грамматистов. «Если отсутствует связь с Кришной, тогда Калапа значит Ка-Калапа. Как это? Ворона, Воронья, Карканья. Единственным следствием будут раны, вред. Все связано с Кришной. Если все связано с Кришной, тогда все в порядке. Это шлока Бхагаваты». Продолжение следует... Все, что связано с Кришной, оправдано, приемлемо. Внешне, на поверхности, может казаться, что это нечто ущербное. Но суть, цель, стремление — реальная связь с Кришной. Без связи с Кришной нечто может казаться очень красивым, прекрасным и очень хорошим, но все это нечисто. Это единственный критерий, которому мы хотим следовать. Мы должны понять, осознать, как это так. Связь только с Кришной, исключительным образом. Только связь с Кришной благотворна. И какое-то явление может быть во всех отношениях хорошим, но если Кришна отсутствует, то это все нечто мертвое. Сатям Шивам Сундарам. Когда я впервые встретился, прочитал эту шлоку, то я растерялся. Я в ту пору учился в школе, в шестом или в седьмом классе. Один из наших учителей процитировал эту шлоку. Всегда говори правду. Прия, прия, как будет прия? Дорогой, любимый, подсказывают собеседники. Акшайна Дамахрадж. Приятный. Говори правду, говори приятную правду. Не говори правду, если она неприятна. И я был поражен. Как это понимать? Неужели это означает, что неприятную правду нельзя говорить? Получается, что существует ограничение для правды такого рода. Правда должна быть приятной. Конец части А и начало части Б. Это истинная концепция Санатана Дхармы. Говори правду. Говори приятную правду. Никогда не говори правду, которая неприятна. И также ты не должен говорить приятное, делать приятные утверждения, которые не соответствуют действительности. Не причиняй без нужды, страдания, боль другим личностям. Это подспудный смысл, подспудный принцип. И также более высокий принцип. Принцип таков. Есть нечто более высокое, нежели истина. Так называемая истина. Существует абсолютная истина. Истина твоих представлений. Ей не всегда следует, необходимо следовать. Она относительна. Реальная истина, подлинная истина, всегда приятна в то же самое время. Сат-Чит-Анандам. Сат-Чит-Анандам. Подлинная истина неотъемлемо связана с Анандам. Пытайся найти, отыскать это явление. Таким образом, это формальная истина бренного мира, не есть подлинная истина. То, с чем мы сталкиваемся, как правило, под именем истины, не есть подлинная концепция истины. Рамачандра следовал линии этой моральной, нравственной истины, но Кришна пренебрегал ею. Он, Кришна, вдохновлял Юдхиштхиру, подстрекал Юдхиштхиру. Салги и Дроначари. Салги. Даша Радх изгнал Рамачандру. Но Васудев не сдержал слова, данное им Камси. Он перенес Кришну в Нандалой. Но он дал обещание всех детей, которых родит Деваки, я отдам тебе, Камси. Он уже дал это слово Камси, но нарушил свое слово, этот моральный закон, и отнес Кришну в Нандалой. Но с другой стороны, Рамачандра был вынужден отправиться в лес, поскольку Даша Радх не смог отказать своей жене, которой он уже пообещал исполнить любое ее желание. Он не сумел отказаться, нарушить свой обет, не сумел. В концепции Кришны нам говорят, обычная заурядная истина, которая широко распространена в этом бренном мире, эта истина не обладает особой ценностью. Ее можно переступить. И когда эта мирская истина и Я Сам сталкиваются, то Кришна говорит, оставь эту мирскую истину, приди ко Мне. Истина, мирская истина, Мое творение, Я есть Анандам. И это верховное положение. Чит и Сад, они поглощены Анандам. Ананда — внутреннее измерение. То, что внутри, гармония, красота. И это явление превосходит вечное существование и также сознание существования. Эти начала второстепенно подчинены экстазу, Анандам, полноте. Сад, Чит, Анандам, саттям, Шивам, Сундарам. Саттям, Шивам, Существование и Самосознание. Сознание обладает большей ценностью. Но сознание жаждет чего-то. Но в Сундарам, в Анандам, это явление полно в себе. В Анандам уже присутствуют как сознание, так и существование. Они, предполагаем мы, Анандам. И они не полны. Само по себе существование, не стоит давать ему высокую оценку. И сознанию как таковому. Сознание чего-то ищет иногда. Но Анандам, в Анандам присутствует как существование, так и сознание, так и насыщение, полнота. Реальность для себя. Махарадж, есть одно утверждение. У общего порядка спрашивает Акхайананда, Махарадж. Каков смысл этих слов? А другая строка, как она звучит? Существует единство, гармония, стоящая за всем. На поверхности может казаться, что это некие отдельные реалии. Но внутренняя связь, связующее звено, связывает их, все эти реалии в органическое целое. Есть глаз, есть нос, есть ногти. Но они не отделены, не независимо друг от друга, они взаимосвязаны друг с другом в рамках одного целого. Интерпретация Махапрабху такова. Он дал это объяснение Сарвабауми. Я также слышал от одного профессора, когда был студентом колледжа. Шанкарачарья принимает смысл этого утверждения определенным образом. Веда говорит, что нет множественности, нет разнообразия, есть только единство, единый, браман. Но Махапрабху говорит, что если нет множественности, разнообразия, то как может возникнуть вопрос того, что разнообразия нет? Разнообразие есть, множественность, разнообразие. И тем не менее, вы должны понять, что есть также единство, стоящее за этими множественными реалиями, они не отделены друг от друга, они независимы. Все, что мы видим, есть брама. Каков смысл этого? Шанкара говорит, существует только брама. А то, что вы видите, эти реалии, их нет, они не существуют. Махапрабху утверждает, Шанкара принимает веду лишь частично. Сарвам — все, все реалии. Это также существует. Поэтому нельзя сказать, что нет, сарвам. Сарвам также следует принимать, и браму следует принимать. Многообразие и в то же время это не многообразие, это единство. Обе стороны должны быть приняты. Если многообразие отсутствует, тогда какой смысл в подобной проповеди, в проповеди единства? Я carpeted up. Тат. Твамаси. Есть и тат, и твам. А иначе, какой смысл делать подобное утверждение, если нет, и того, и другого начала. К кому вы обращаетесь? Когда я дал подобную интерпретацию в Бадри Нарайне, в храме, один адвокат из Бомбея, Гуджарадец, дал высокую оценку моему объяснению. Он был последователем Шанкары, но он сказал, «То, что вы говорите, мы не в силах отрицать подобное мнение Махапрабху». Да, Шанкара принял веду лишь частично, а полнота — истина. Полное явление было принято или дано Махапрабху, и затем также Брамма, Браман. То начало, из которого все исходит, то начало, которое все поддерживает, сохраняет, затем все реалии вновь входят в это начало, это Брамма, Браман. Махапрабху говорит, это начало не есть нирвишеша. Из Браммы все исходит в качестве Брамма — источник всего. И затем он также сохраняет все сущее, это вайшишта, то есть конкретные качества, частности, качественность. А затем все реалии вновь входят в него и остаются в нем. И все эти описания Браммана — все это вайшишта, то есть многообразие, разнообразие, не нирвишеша, не инертное начало. Столь многие характеристики, признаки движения присутствуют в этом начале. Продолжение следует... Продолжение следует...